дорогие друзья здравствуйте скажите пожалуйста слышно меня или видно и как хорошо слышно самое главное отлично вижу плюсики 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 пошли здравствуйте еще раз добрый день уже меня зовут александр я сегодня вам расскажу про замечательный я сайланд это не просто остров а остров сокровищ если меня хорошо слышно и меня видно что вы уже подтвердили я тогда хочу сначала начать с видео именно нашим показать вам последнее видео которое скажем так мне например очень понравилось я надеюсь вам тоже понравится такой вот не могу отделаться последние несколько дней от того чтобы не напевать эту песню и так давайте приступим и начнем сначала от такого видеоролика и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это видео, коллеги мои сделали ссылочку на видео, пожалуйста, закачивайте и крутите трек. Самое главное, приезжайте к нам на остров Яс и также составьте компанию этой троицы. Давайте с вами поговорим непосредственно о острове Яс. Остров Яс – это не просто остров, это не просто 25 квадратных километров потрясающей земли в Персидском заливе, остров, который наполовину искусственный, наполовину натуральный, скажем так. И это не просто остров, это не какие-то там, извините, это не просто Мальдивы, скажем, остров, это не Лангкави, это не Бали. То есть это не любой остров, который вы знаете, который как пляжное направление, который может быть как какое-то там активное направление, еще что-то в этом духе. Этот остров, он действительно уникален и невероятен. Я называю лично его остров Сокровищ. Почему мы называем его остров Сокровищ? Давайте, почему я его называю остров Сокровищ? Давайте с вами разберемся, почему это единственное место такое, у которого нет альтернативы, по крайней мере, я не знаю. Может быть, вы в конце меня поправите и скажете, что есть альтернатива остров Яс. Поехали. Ну, как я уже сказал, так сказать, буквально в двух словах, этот остров, он, вернее, скажем так, направление, которое не похоже на другие места, потому что здесь есть абсолютно, абсолютно все и абсолютно на любую публику. Кому, в принципе, этот остров может понравиться больше всего, да? То есть, кого из туристов мы отправим туда и гарантированно, которые получат удовольствие? Может быть, это семьи, потому что у нас есть большое количество тематических парков, потому что у нас есть хороший пляж, потому что у нас есть все самое интересное для деток. Может быть, это направление будет интересным молодым людям, которые ищут какой-то адреналин, которые ищут, где можно погулять в промежутке, скажем так, пребывания на пляже и поехать куда и оторваться. Может быть, это направление, которое больше подойдет для, ну, то, что идите на магнатам, но людям, которые знают спортивные автомобили, которые умеют наслаждаться этими спортивными автомобилями и получают от этого адреналин. На самом деле, или, конечно, как молодоженам, это как направление, скажем так, для релакса и комфорта, на самом деле ответ прост, подойдет всем, потому что уникальность в том, что на острове Яс есть все и для любой публики. Теперь, если позволите, давайте мы с вами чуть, скажем так, поговорим о детали. Чем остров Яс отличается от любого другого места отдыха? В первую очередь надо определить, кому мы с вами, скажем так, и что мы сможем предлагать. Это развлечение для всей семьи, то есть это не только наши парки тематические, а аквапарки и так далее. Это, естественно, спортивные мероприятия, насколько вы знаете, у нас Формула-1 проходит. Это развлекательные мероприятия, то есть у нас есть Этихат-парк, у нас есть концертные залы, которые вмещают там до 35 тысяч человек. У нас есть и стадионы Этихат до 18 тысяч, которые включают в себя человек. И надо отметить то, что на наших площадках поступают ведущие звезды мировые, да, то есть вы можете у нас на сайте посмотреть афишу, и в этой афиши можно всегда увидеть и подгадать, когда туристов можно отправить. Ну, и безусловное расслабление, да, мы чуть раньше об этом сказали, это пляж, это пляжные, у нас два пляжных отеля на данный момент. Ну, и, безусловно, как бы все остальные гости других отелей, у нас большой выбор от пятизвездочных до отелей апартаментов, трехзвездочных, все на очень высоком уровне, и все они имеют доступ к пляжу. Ну, и, конечно, бизнес-услуги, потому что многие из отелей имеют большое количество конференц-площадок, конференц-залов, и, скажем так, совместить приятное и полезное – это к нам. Три тематических парка извлечения. Сейчас мы в проекте, у нас мы очень скоро ждем четвертый парк. Солнце и пляж, ну, это Эмираты, это солнце и пляж, это год, круглый год. Автогонки и спорт – это не только Формула-1, я чуть попозже расскажу про это. Ну, и, соответственно, корпоративные мероприятия и другие события. Целевые сегменты. Целевые сегменты – это и семейные туристы, соответственно, которые едут отдохнуть с семьей, и чтобы детки отдохнули, и родители отдохнули. Это спортивные болельщики, которые судорожно, скажем так, следят за спортивными мероприятиями, тем более за королевскими гонками Формул-1. Это люди, которые посещают, живут в ритме музыки, посещают мероприятия, фестивали, ну, и бизнес-турист. То есть эти условия и эти целевые сегменты, они работают круглый год. Благо, Эмираты позволяют и осенью, и летом. У нас все, особенно про лето надо отметить отдельно, наверное, с учетом того, что это Эмираты, все тематические парки, они крыты. То есть везде, скажем так, туристы могут совершенно спокойно наслаждаться развлечениями, аттракционами, не боясь этого такого летнего солнца в Эмиратах. Единственное, хочу отметить, конечно, про гольф-поле, которое, конечно, наверное, лучше посещать осенью, зимой, либо весной. Летом, конечно, может быть слишком жарко для игры в гольф, даже несмотря на то, что наше гольф-поле лучшее на Ближнем Востоке, как минимум. Ну и чуть-чуть давайте погружаться уже подробнее, да, как нас найти, как нам добраться. Самый большой плюс, на мой взгляд, состоит в том, что наше расположение остров Яск – это всего лишь 10 минут от аэропорта Абудаби. То есть в вашей отеле, в вашей парке развлечения находится в шаговой доступности от аэропорта. Если вы останавливаетесь в городе Абудаби, то от центра города можно добраться до 25 минут. И, соответственно, то же самое от Дубая, всего лишь 50 минут. Хочу отметить то, что из Дубая у нас от торгового центра ходят шаттлы, то же самое ходят они от Абудаби. И по расписанию, соответственно, в конце вечера, то есть с 10 утра, там они, подпишу, как начинают сработать наши аттракционы все, и до конца последний рейс будет уходить и довезут, соответственно, до тех торговых центров Дубая, откуда непосредственно ваших туристов забрали к нам. Чуть более детально мы с вами теперь поговорим. То есть, как я говорил, это 25 миллионов квадратных километров непривознодненных возможностей, да, то есть это все, что ваш турист нужен, все, что вашему туристу нужно. То есть это кроме тематических парков, которые мы с вами сказали, и гостиниц, да, это более 2,5 тысяч гостиничных номеров. Хочу отметить плюс два отеля, которые сейчас еще строятся. Это, естественно, место проведения этапа Формаладин. Это более 560 ресторанов и магазинов. Хочется отметить то, что у нас в торговом центре Яс Моу, который находится на территории Яс Айланд, более 400 магазинов абсолютно любых брендов. То есть, по сути, шоппинг, пляж, развлечения, рестораны, ночная жизнь – это один из самых больших клубов ночных. Все есть, то есть никуда не нужно. Вам не нужно ездить в Дубай, вам не нужно ездить в другой Эмират. Пожалуйста, оставайтесь в Яс Айланд, у вас все будет под рукой. Причем можно, скажем так, добраться и от пешей доступности, потому что, например, многие, скажем так, основные места в нашем парке, они друг к другу связаны очень близко. Например, можно от Феррари парка дойти до, от торгового центра дойти до Феррари парка. У нас можно взять велосипеды, но из отеля взяли велосипедик, доехали до своего парка, развлечений, припарковали, скажем так, и пожалуйста. На самом деле, и с одной стороны, все рядом, и с другой стороны, так много всего, что можно сделать. Безусловно, это и однодневные туры, безусловно, это для тех туристов, которые хотят посетить парк всего лишь на несколько часов, на несколько, предположим, уже не один раз были они и хотят новый парк какой-то увидеть. Пожалуйста, это как и короткие поездки. И, конечно, если турист останавливается в наших отелях, это длительные поездки. Причем, соответственно, для тех всех туристов, которые останавливаются в наших отелях и пользуются парками, действуют более интересные тарифы. Четыре наших основных зоны, четыре места, которые мы с вами обязаны осветить, и каждый турист их должен знать, мы сейчас с вами подробно осветим. Итак, начнем с самого интересного, это веселье и развлечения. Что у нас здесь? А здесь у нас Феррари World. Сейчас мы с вами посмотрим самое скоростное видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, вот и посмотрели самое скоростное видео, которое посвящено Формулу 1, которое посвящено, простите, которое посвящено Феррари. На самом деле это не просто парк развлечений, где можно найти горки, да. Хочу отметить то, что здесь находится у нас, во-первых, надо отметить то, что Феррари парк, он в ноябре 2010 года был открыт, 96 тысяч квадратных метров. Это самая большая коллекция Феррари в мире, да, то есть приезжайте, вы любите Феррари, вы хотите купить, пожалуйста, выбирайте Феррари, которые здесь вы можете увидеть и разобраться более детально в своих вкусах. Ну и, конечно, надо отметить то, что самая большая горка американская, это Формула Росса, за 5 секунд 200 километров в час. Честно, я не рискнул еще, честно, не настроился. Но ничего, обязательно этот пробел мы исправим. Хочется отметить еще тот факт, что это не просто самая большая, там, самая скоростная трасса. Здесь есть абсолютно разные горки, здесь есть абсолютно разные аттракционы, есть рестораны, есть посвящены магазины, которые посвящены атрибутике Феррари. В общем, если вы любите Феррари, у вас есть Феррари, это ваше место. Если вы любите Феррари и хотите его купить, это ваше место. Если у вас нет Феррари, вы его не хотите покупать, но посмотрите хотя бы в парке, что такое Феррари. И дети с 12 лет, кстати, надо отметить тот факт, что совершенно спокойно, это не только для взрослых, здесь совершенно спокойно дети могут также наслаждаться этими аттракционами. Но самое главное, дети с 12 лет, да, здесь на самом деле такая фишка действует, что главный рост. То есть главный рост деток, чтобы был, скажем так, чтобы они длинненькие были. Ну и чуть дальше, наверное, хочется отметить то, что он выигрывал много раз звание лучшего тематического парка мира. Как, естественно, это крытый тематический парк, это громадное количество именно простых аттракционов. То, что я вам уже про это сказал, да, то есть 40 тематических всевозможных аттракционов. Это рестораны и, соответственно, магазины. На самом деле, на посещение этого парка я советую, наверное, комбинировать посещение Ferrari World Park и Warner Brothers, о котором мы с вами поговорим, в один день. И совершенно спокойно можно два этих парка посмотреть и абсолютно разные, разные, скажем так, ощущения от адреналина до умиления получить в один день. Давайте посмотрим теперь дальше про следующие наши парки. Потом отвечу на ваши вопросы, которые у вас будут. Ну, следующее видео. Мы сейчас с вами после аттракциона такого адреналина немножко охладимся в нашем аквапарке. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Здесь, например, скажем так, все вот эти вот развлечения водные, они как-то с одним сценарием сделаны, то есть это поиск жемчужинок, да, скажем так. Для деток даже, кстати, отдельная есть такая программа, отдельный такой аттракцион, где детки могут нырять за жемчужинами, да, то есть доставать их, то есть это как, скажем так, соревнование. Ну и, наверное, скажем так, для более старших детей, может быть, для подростков уже или для взрослых, естественно, хочется отметить то, что также в Ясву Троу Роуд есть самая большая искусственная волна, да, для серфинга. То есть, пожалуйста, на любой, скажем так, вкус, все видные выводы в спорта, она достаточно такая вот активная программа, потому что и детки что-то все время в каждое аттракцион проходит с какой-то целью, и там можно, скажем так, если вы даже где-то пролетаете, вас из водных пистолетов болеют и так далее. То есть все такое очень активное и очень мокрое. Поэтому, как я отметил чуть раньше, наверное, самый оптимальный вариант – это посещение парка Warner Brothers и Ferrari в один день, а аквапарк Ясвотер Ворлд – это нужно делать отдельный день, потому что в этот день, соответственно, и дети, и взрослые могут насладиться и аквапарком, и, соответственно, загорать, и на территории, конечно, есть и где поесть. Поэтому я бы посвятил аквапарку Ясвотер Ворлд отдельный день. Поехали дальше. Итак, еще одно видео сейчас мы с вами посмотрим. Это уже у нас видео, посвященное парку Warner Brothers. Аплодисменты, аплодисменты. Итак, Warner Brothers – один из, скажем так, таких вот самых-самых посещаемых парков, тематических парков. Он открыт был в июле 2018 года. Безусловно, Warner Brothers – это не только для детей, потому что у нас не только есть мультяжные герои, здесь есть, соответственно, герои комиксов. То есть это шесть тематических зон с эффектом полного погружения. Что это значит? То, что каждый час в этих тематических зонах проходит, скажем так, интерактивное шоу со зрителями. То есть, например, Джокер вас похитит, куда-нибудь бросит в клетку, и тут появляется Бэтмен и спасает вас. То есть такого плана, на самом деле, очень интересно и очень, скажем так, не скучно совсем. Кроме того, надо отметить то, что это лучшая достопримечательность, получил много признания. То есть это один из самых лучших тематических парков Ближнего Востока. Здесь также есть горки. Здесь не обязательно шесть вот этих тематических зон, которые посвящены каждому герою. Здесь у нас и горки, на которых можно покататься. Здесь аттракционы всевозможные. И даже есть 5D кинотеатр. Также, наверное, хочу отметить то, что на территории парка каждый, кто приходит в парк, он получает карту, по которой, соответственно, он может понять, в какую зону тематическую ему интересно будет пойти. И он, соответственно, как бы полностью погружается в эту тематику. Плюс большое количество ресторанов и большое количество магазинчиков, которые, скажем так, продают брендированные вещи. То есть если вы фанат Бэтмена, вы можете купить все абсолютно от чашек, тарелок, футболок. Там все есть. Ну и, соответственно, каждому герою. Абсолютно тоже, в принципе, как бы на полдня как минимум. И, безусловно, если есть время, то лучше сделать комбинацию, о которой я с вами говорил. Ну, как раз-таки вот о комбинациях, если мы с вами будем говорить, можно, скажем так, отдельные билеты забронировать, да, либо на Ferrari World, либо на Yaswater World, либо Warner Brothers, либо, соответственно, можно забронировать многоразовые билеты для входа в парк. Да, то есть и самое интересное, самое лучшее с точки зрения ценнообразования – это сделать комбинированное посещение. Это дополнит, скажем так, ощущение. А еще лучше жить на территории Yas Island, жить в отелях, наслаждаться пляжем, наслаждаться громадным количеством магазинов, ресторанов, баров и, соответственно, посещать парки безлимитно. Фото с героями в парке бесплатно. То есть, пожалуйста, это фотографируйтесь абсолютно без плата. Ну, и начнем, скажем так, теперь немножко. Мы отвлеклись с вами о тематических парках. Единственное, что хочу добавить, да, то, что сейчас скоро мы ждем тематический парк SeaWorld, который будет посвящен… Он где-то откроется в порядке, мы думаем, что, может быть, в 2022-2023 году. И больше, скажем так, вот посвящен спасению, ну, скажем так, местной, местной морской жизни, да, то есть и реабилитации, и спасению, да. То есть это не только… Это в том числе и следовательское будет место такое. И в то же время один из тематических парков. Вот, то, что на данный момент три парка ждем, и четвертый парк. Кроме парков у нас есть много чего еще. То есть, как я сказал, это автогонки и спорт. Гоночная трасса Ясмарина – это у нас место проведения гран-при Формулы-1 в Абудабе. Вы поклонник Формулы-1, тогда вы к нам, да. То есть, соответственно, как бы кроме этого надо понимать то, что на гоночной трассе Ясмарина не только, скажем так, вот один раз в год проходит, скажем так, гонки Формулы-1, да. Они первый раз были проведены в ноябре 2009 года. Но и, скажем так, это здесь действует и картик-центр, и тренировочные заезды проходят, да. То есть это круглодичные такие автогонки. Здесь также, соответственно, можно вашим гостям покататься на болиде. Здесь вашим гостям можно взять и покататься на Феррари, спортивных Мерседесах и прочее. Причем вы можете это сделать либо самостоятельно, либо вы можете это сделать, соответственно, с инструктором, да. То есть в этом плане уже нужно будет готовиться, потому что инструкторы – они профессионалы. И, конечно, на таких скоростях вы почувствуете себя вот как настоящий гонщик. Единственное, что вы будете не за рулем этой бешеной болида с этой скоростью, либо, соответственно, этого скоростного спортивного автомобиля. Но при этом, конечно, адреналин будет еще тот. То есть если вам не хватает жизни адреналина, что на самом деле очень странно было бы, особенно сейчас, пожалуйста, это то, что вам как раз-таки нужно. Здесь все в этом плане для вас готово и подготовлено. Давайте теперь посмотрим еще одно видео, которое посвящено как раз-таки этой зоне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это еще раз демонстрирую, да, что действительно как бы на любой вкус каждому гостю можно будет найти свои впечатления. То есть хотите острые впечатления – это Ferrari World, да, то есть это 200 км в час за 5 секунд. Хотите прикоснуться к миру большого спорта, к королевским гонкам – это, соответственно, гоночная трасса «Ясмарина». Хотите, скажем так, почувствовать этот рев мотора – пожалуйста, берите Mercedes спортивный, берите Ferrari и испытайте себя как автогонщика. Так, видео мы с вами посмотрели. И, скажем так, теперь более в… тоже адреналин, да, но, может быть, не такой моторизированный. Одна из самых интересных таких площадок, которые открылись у нас – это Климп Абудабин. Это самая высокая стена для скалолазования в мире. То есть здесь стена 43 метра, причем, скажем так, абсолютно разные уровни сложности. Либо для деток можно, либо для взрослых, для профессионалов. Причем не только видео, так, простите, я читаю, я отвлекся. Видео-линки вам сверху отправляют наши коллеги, вы можете скачать и все посмотреть. Если что, я вам также отдельно потом отправлю. То есть непосредственно самая высокая стена для скалолазования в мире. Пожалуйста, кто хочет себя испытать в этом, вам именно в Климп. Мы сейчас посмотрим видео, посвященное этому центру. И также, наверное, будет интересно узнать, что самая большая в мире барокамера для прыжков с парашютом. Ну, проще говоря, аэротруба. Причем эта аэротруба 10 метров ширины. Хотите почувствовать, как это прыгнет с парашюта, но боитесь прыгать с парашюта? Пожалуйста, одна минута падения свободного в этой аэротрубе. Она очень высокая, она очень широкая. Здесь до 30 человек может, скажем так, поместиться. Плюс абсолютно нет ограничений в плане того, что здесь даже, скажем так, люди старшего поколения, пожилые люди могут почувствовать себя как на крыле. Давайте с вами посмотрим видео дальнейшее. Опять-таки, если у кого-то не получается посмотреть, высота 40 метров. Высота 40 метров – это для скалолазания, да, скажем так. Давайте посмотрим с вами видео и потом, может быть, чуть побольше информации. Надеюсь, у всех запустится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, возвращаемся в нашу презентацию. Возвращаемся в нашу презентацию. Так, вижу вопрос. Высота трубы, да, 43, значит, 43 метра – это скала у нас, да, то есть это не по-своему скала. Аэротруба, я знаю, что у нас 10 метров ширины, и по высоте надо уточнить. Вот сейчас вот не буду точно. Плюс-минус метр накину, скажут, что евро. Поэтому я лучше этот вопрос уточню. Так же, как и по ограничению по весу, да, безусловно, они есть, но, в принципе, скажем так, здесь немножко попроще, нежели чем прыжки с парашюта, да, все-таки здесь вам есть более, скажем так, страховка, более того, гарантия того, что все закончится хорошо. Ну и в наших парках никогда ничего плохо не заканчивается, а все только заканчивается отлично. В общем, одного дня абсолютно недостаточно, потому что я не знаю, как можно успеть в один день посетить три парка, посетить центры, как Климп, то есть, и почувствовать себя за рулем автомобиля, спортивного, либо болида. На самом деле абсолютно недостаточно. На мой взгляд, я здесь неделю совершенно спокойно могу наслаждаться отдыхом. И я все-таки настаиваю на то, что это полноценное направление, полноценное направление, потому что здесь есть все. Хотите ездить, конечно, туристы в основном у нас ищут пляж солнца, пожалуйста, пляж солнца есть, но плюс у вас рядом инфраструктура, громаднейшая инфраструктура и на любой цвет и кошелек. Давайте посмотрим теперь чуть, скажем так, более к нашему туристу, да, более интересное для нашего туриста. Это развлечение на пляже и в воде. Что именно? Соответственно, как бы, может быть, не все знают, но у нас действительно есть пляж острова Яс. У нас два отеля, которые у нас прибрежные, скажем так, на пляже. И остальные отели, которые находятся на острове Яс, имеют доступ для всех своих гостей к пляжу. То есть после того, как ваши туристы приезжают, им дают ваучер. Этот ваучер, соответственно, можно использовать для того, чтобы попасть на пляж. На пляже лежаки бесплатные, на пляже, соответственно, зонтики, все это бесплатно, все это есть. Пляж шикарный. Вон там почти нету. То есть очень кристально чистая вода. То есть это вода не стоящая, ничего. То есть белый песочек, есть мангровые заросли. Соответственно, как бы большой вариант водных видов спорта и развлечения. Все здесь можно найти для себя. То есть если, например, чуть подробнее, скажем так, вот говорить о том, что это пляжное направление Ясайлент, да, абсолютно Ясайлент – это пляжное направление. Есть и бары на территории, скажем так, пляжа. Естественно, что алкогольные напитки, там, алкогольные напитки – это все есть, но это за дополнительную плату. Все же остальное, вот эти бали-бэ, все лежаки – все это бесплатно. Всем этим можно насладиться абсолютно спокойно. Теперь чуть немного расскажем про такой центр вечерней жизни, да, нашей. То есть это гавань Ясмарина, она входит, получает, скажем так, особое внимание для гостей вечером, потому что на Ясмарине у нас очень большое количество ресторанов здесь. На Ясмарине это большое количество баров, то есть всегда можно вечером прийти, отдохнуть. И 56 ресторанов, насколько я знаю, то есть на любую кухню абсолютно можно. Сейчас, Зефира, сейчас у нас 8 отелей, 8 отелей, потому что у нас открылся еще отели. Еще 2 отеля откроются, чуть позже скажу. Поэтому если гости хотят побывать, скажем так, в центре вечернем, где можно найти любой ресторан на свой вкус и на берегу, скажем так, побыть, это вот чем-то напомнит европейский, да, вот вариант где-нибудь во Франции. Очень комфортное, очень уютное место, которое можно порекомендовать, естественно, вашим туристам, чтобы именно то место, где можно поужинать и найти самые красивые места с закатом. Ну и также надо отметить, что, естественно, это не просто пляжный отдых и не просто поесть. У нас на территории этой зоны всегда можно взять различные экскурсии, то есть это круизы, это можно сделать даже экспедиции по ловле с жемчуга, это можно, скажем так, взять гидросамолетики, полетать, посмотреть Ясайлент сверху, посмотреть Абу-Даби сверху и так далее. То есть выбор, на самом деле, достаточно большой, кроме того, это всевозможные не аматорные виды спорта и моторные виды спорта, можно на каякинге, скажем так, тоже посмотреть наши все мангровые заросли. То есть на самом деле это большое количество развлечений, большое количество развлечений не только по этим паркам, не только по этим скоростям, не только по адреналину в Климбе, но, опять-таки, классический вариант пляжного отдыха, он полностью здесь присутствует, то есть абсолютно есть все. Это действительно уникальное направление, это уникальное место для любого клиента. По крайней мере, я вот не вижу для себя вообще никакого смысла ехать в другие Эмираты, когда я могу здесь все найти для своего отдыха. Причем абсолютно на разный кошелек. Еще раз скажу, что от трехзвездочных отелей до пятизвездочных отелей все они комфортные, все они шикарные, все они новенькие, плюс у нас новые отели также открываются, поэтому номерной фонд увеличивается, и это действительно, я бы сказал, что это, скажем, по сути, как отдельные Эмираты для меня, потому что это как отдельный вид направления для туристов. По ресторанам я уже много сказал, что действительно здесь на любой вкус, от индийской кухни до итальянской, особенно, естественно, Феррари, ворот у нас итальянских много ресторанов, до каких-нибудь фастфудов и так далее. Ясмол, насколько я знаю, это самый большой после дубайского, то есть это, и кроме того, что это самый большой торговый центр в Абудабе, здесь более 400 магазинов, и из Ясмол можно, например, пошопились, пошли сразу, скажем так, как теперь забыть о том, что вы потратили много денег, забыть, потому что можно только единственным путем, то есть если вы отправитесь в Феррари Ворлуд и погрузитесь в этот мир скорости и адреналин, я уверен, что после 200 км в час за 5 секунд вы забудете про то, что как много денег, условно говоря, вы решили потратить, потому что выбор магазинов, на самом деле, достаточно большой. Выбор магазинов достаточно большой от Zara до Dolce & Gabbana, да, то есть есть, в принципе, все. Ну, и это, о чем как раз-таки я и говорю, да, то есть это, что хорошо, что вам не нужно идти по солнцу и так далее, то есть непосредственно все соединено друг с другом, да, несколько шагов от острых впечатлений после очередного шоппинга и покупки до очередного острого ощущения в нашем парке развлечений. Отдельно, наверное, хочется еще сказать поле для гольфа Yas Links, которое у нас присутствует. Это поле для гольфа, наверное, является лучшим на Ближнем Востоке, потому что, насколько я знаю, кроме того, что это поле одно из самых, скажем так, лучших именно в Эмиратах, это именно на Ближнем Востоке оно является лучшим, да, по оценке многих экспертов. То есть, опять-таки, если ваши гости любители игры в гольф, они найдут для себя самое идеальное направление. Но единственное, что я хочу отметить, что, конечно, это, по сути, наверное, единственная такая зона, где лучше, скажем так, наслаждаться ею, наверное, не в самую жару, но опять все по-разному переносят, поэтому само гольф-поле действует, по сути, круглый год, здесь никаких ограничений нет. Безумно красивые, во-первых, оно, естественно, у воды, и безумно красивые сами при себе виды открываются, плюс наш лаунж для гостей, да, гольф-центр, соответственно, где всегда гости могут, не отрываясь от соревнований, и поесть, и купить экипировку специальную. Все предусмотрено с точки зрения организации. И последняя, да, зона, последняя, скажем так, не зона, а последняя часть, которую мы выделяем, это мероприятие. Чуть раньше он сказал, да, то, что здесь у нас Этихат-парк. Это первоклассная, скажем так, открытая площадка для концертов. Особенно, когда у нас проходит Формула-1 гонки, приезжают всевозможные звезды от Рианы, Мадонны, там, и так далее, и так далее. Здесь более 35 тысяч зрителей могут поместиться. Здесь проходят и шоу, и концерты. Пожалуйста, можно смотреть непосредственно на нашем сайте, на сайте EOS Island. Можно посмотреть афишу и не пропустить выступления своей любимой звезды. Все это у нас в календарике можно заметить и заранее забронировать для своих гостей именно эти даты. То есть тройнее полезность приятно можно совместить, если даже не больше. Наверное, еще хочется отметить стадион Этихат. Это новейший, да, скажем так, вот объект на Этихат-арене, который у нас был построен на EOS Island. То есть Этихат, стадион Этихат, он вмещает до 18 тысяч человек. Ну, относительно того, что это сезонные мероприятия, да, как, безусловно, к сезонным мероприятиям мы отметим, мы, безусловно, относим, да, этап Формулы-1 гран-при Абу-Даби, который проходит при поддержке Этихата Airways, зимние всевозможные праздничные торжества, новогодний фейерверк. Все это, конечно, есть. Но, опять-таки, все эти сезонные мероприятия можно всегда посмотреть на афиши Острова Яс. Пожалуйста, переходите на сайт Яс. Можно, кстати говоря, получить специальный сертификат за ТК Яс Айланд. Вы пройдете тест. После того, как проходите тест, вы получаете сертификат. Этот сертификат позволяет получать специальные цены и специальные условия при бронировании аттракционов и отелей на Острове Яс. Ну, и для тех, кто ищет, для тех, кто never sleeps, да, для тех, кто ищет, скажем так, круглосуточные развлечения, то это, конечно, наш ночной клуб, Matt. Это самый большой крытый ночной клуб в Арабских Эмиратах. Здесь абсолютно разные направления музыки. Каждый найдет для себя то, что он ищет, то, что он любит. Пожалуйста, все, кто ищет крутую тусовку, обращайтесь к нам и посещайте наш клуб Matt. Чуть дальше мы с вами пройдем. И теперь, кстати говоря, вот здесь вот можно увидеть Hilton Hotel, который был построен. Открылся он относительно недавно. И поговорим непосредственно про набережную бухты Яс. Безусловно, пребывать надо, если туристы выбирают непосредственно зону Яс Айлен, то надо понимать, какие отели, для какого кошелька, для какого туриста, кто к каким брендам привык. Есть очень большой ассортимент размещения. То есть непосредственно от пятизвездочных до трехзвездочных отелей можно найти. Я чуть попозже отвечу на вопросы. Я вижу, есть вопросы, коллеги. Я чуть попозже отвечу на них, чтобы не сбиваться с презентацией. Итак, у нас восемь отелей на данный момент. Это отель Hilton, относительно самый новый. Да, это модный отель W Abu Dhabi, такой же модный тусовочный, как и дубайский. Это отель Crown Plaza, который, скажем так, больше, наверное, подойдет для любителей гольф, потому что он максимально близко к гольф-полям находится. Это отель Redison Blue, это Rotana, Parkin. И, например, отдельно можно Stay Bridge выделить. Это для тех, кто надолго хочет перезимовать, предположим, у нас Яс Айлен. Это апартаменты двухкомнатные, с кухней, полностью оборудованные. То есть, по сути, это ваша квартира просто у нас на Яс Айлен. То есть это, наверное, один из таких вот тоже интересных объектов размещения. При этом хочется отметить, что уровень отеля очень хороший. Очень хорошие все отели свежие, то есть за этим пристально следят. Абсолютно как бы в хорошем уровне и хорошие цены. Я, наверное, еще отмечу по поводу отелей. Это отель W, да, то есть мы... Простите, отель Warna Brothers в Абу Даби, который мы ждем открытия относительно скоро. Будет восьмиэтажное здание, порядка 257 номеров. Это отель, естественно, тематический будет, да. То есть тематический отель, который будет посвящен всем героям Warna Brothers. Причем не могу сказать, что этот отель только там для детей подойдет, потому что там не только муниципликационные герои, да. Но при этом, естественно, эти конференц-залы, есть большое количество конференц-возможностей. Есть и спа-центр будет ответный, и спортивный клуб. То есть на самом деле отель будет очень уникальным продуктом. Это единственный отель, первый отель непосредственно Warna Brothers. Вот поэтому, пожалуйста, ждите открытия и ждем ваших гостей и вас тоже в нашем отеле. Я надеюсь, что в следующем году уже отель будет открыт. К сожалению, вся эта пандемия, она вмешивается в процессы, скажем так, и планы открытия тех или иных отелей и той или иной активности. Но, по крайней мере, на данный момент мы надеемся, что отель будет очень-очень популярным, потому что есть в пешей... Мало того, что отель сам по себе уникальный, так и в пешей доступности все будет. От Yas World World до Ferrari и Klimp и различным ресторанам. То есть это все достаточно будет близко. Следующий отель, который, в принципе, тоже можно отметить, который также мы ожидаем открытия, то есть это будет уже десятый отель. Отель называется W3 by Hilton на Будабе. Это тоже отель, скажем так, больше, наверное, отелей с апартаментами, с единицами. То есть здесь, например, от обычных номеров до трехспальных апартаментов с кухнями будет. Ну и, безусловно, вся классика жанра от баров, ресторанов, бассейнов, все это, безусловно, присутствует. Ну и, конечно, также, как и все у нас, как и все отели, это пешая доступность до всех аттракционов. И мы ждем предварительного открытия либо конец четвертого квартала 2021, либо начало 2022 года. То есть тогда номерной фонд у нас увеличится, и, соответственно, как бы уже будет 10 отелей. Этот парк SeaWorld Абу-Даби, о котором я вам сказал чуть раньше, то есть который мы ожидаем, тематический парк номер 4, который мы ожидаем увидеть в ближайшее время, и который будет посвящен полностью морской флоре, фауне. И, как я уже говорил, это как и исследовательский, как и революционный центр будет. Соответственно, один из самых тоже уникальных и самых больших, как обычно, это в Эмиратах, центров в Абу-Даби. И, конечно, на ES-Айленд. Вот как раз-таки предыдущие в видео такие вопросы. Соответственно, в чем преимущество, да, то есть когда вы бронируете номер вместе с билетами на тематические парки, и, соответственно, стоимость на них 45% получается, дискаунт получается. То есть вы можете все бронировать эти пакеты в операторах, у туристических операторов, либо если вы из операторов, это принимающие, соответственно, вашей компании, либо напрямую через experiencehub.com. Соответственно, как бы также можно доступно все забронировать. Небольшое еще видео, которое более актуально к нынешним условиям, да, к нынешним, как мы заботимся о безопасности и здоровье наших гостей. При всем при том, что надо отметить, что Абудай, Эмираты, Арабский Эмират – одно из самых, скажем так, безопасных направлений с точки зрения ковид. Абудай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok